Уважаемые братья, дорогие сестры! Я сегодня хочу затронуть одну очень важную тему. Эта тема касается, если сделать образное сравнение с локомотивом, который за собой тянет огромное количество состава. Этот локомотив знания, потому что без знания нет будущего ни у одного сообщества, в том числе и у нас. И за тот промежуток времени, за те полтора дня, полтора дня, как существует ислам, как последняя религия Аллах Субханагума Тааля, в эти полтора дня было несколько часов времени, который Аллах Всевышний облагодетельствовал верующих. Это было действительно несколько часов перед Аллахом, исходя из коранического исчисления и несколько столетий, исходя из того расчета, который мы с вами видим. То, что мы называем золотым веком ислама. Этот век обусловлен прежде всего именно уровнем знания. Этот век обусловлен уровнем медицины, архитектуры. Этот век обусловлен знаниями в различных науках, в том числе и в шариатских. И сегодня весь мусульманский мир пользуется теми плодами, которые были разработаны, в том числе и мусульманскими теологами, именно в золотой век ислама. Эта тема для нас важна еще и тем, что закончились экзамены. Если не у всех, у части нас, наши дети поступили в учебные заведения. И вот этим я хочу осветить несколько аспектов, как методологии, так и в плане решения возникающих или существующих проблем. На примере конкретного человека, о котором я скажу позже. Эта тема для нас важна еще тем, что сегодня фактически большинство из нас, если не все, в той или иной степени являются, да и проповедниками. Даже если мы проповедуем одному человеку, кто-то проповедует десяткам людей, кто-то сотням, кто-то тысячам, миллионам и сотням миллионов людей. Но, в принципе, суть призыва остается один и тот же. Правила остаются одни и те же, которые мы должны усвоить. И я прошу Аллаха, чтобы он дал нам осознание, чтобы это понимание вложил в наши сердца, иншаллах. Первое, для каждого проповедника, то ли проповедуем мы своему ребенку, то ли отцу своему, матери своей и так далее, первый призыв должен быть только ради довольствия Аллаха Субханаму Ат-Алле. Вот это мы должны всегда помнить. Второе, использоваться должна только достоверная информация. Сегодня для нас это архиважно. Почему? Потому что в подавляющем большинстве своем, к сожалению, мы, зачастую, пользуясь интернетом или другими изданиями, мы не задумываемся над тем, кто является автором. Для любого человека, который хочет получить пусть маленькие, но какие-то знания, должно быть аксиомой. Какая бы книга ни была, какие бы правильные слова ни были написаны, всегда любой учитель, любой стремящийся к знанию человек ориентируется на автора. Следующее, что нас сегодня волнует, это нетерпимость. Нетерпимость мусульманской среде к чужому мнению, нетерпимость к мнению друг друга, который, если мы с вами не сумеем преодолеть, Аллах, как сегодня нам показывает унижение, мы из этого унизительного состояния выйти не сможем. Однажды у Абдул-Азиба ибн Умара, которого называют пятым праведным халифом, спросили, расходились ли после смерти пророк Аляхи салату ва селлам во мнениях его сподвижники. Абдул-Азиз ибн Умар, рады Аллаху ангу, сказал, да, они расходились во мнениях. Это является милостью Аллаху Субханаху ва Тааля. Разность мнения ученых основана на доказательствах и фактах. Я для себя и для тех, кто слушает, акцентирую свое и ваше внимание. Потому что иногда, порой, бывает и стыдно, и неловко, когда молодые люди, не имеющие знания того уровня, кого они критикуют, имеющие знания ноль-ноль каких-то сотых или тысячных процентов, смеют критиковать, осуждать ученых большого уровня. Во-первых, это унизительно для того, кто это делает, потому что это несовместимо. Потому что несовместимо, когда мышь восстает против тигра. Это смешно. И мы это должны понимать. Теперь я хочу перейти к конкретным примерам. Буду говорить на примере человека, которого все без исключения знают. Это один из великих имамов, факихов, за юридической школой которого сегодня следует сотни миллионов правоверных. Это имам Абу Ханифа Рахима Гулла. Чем интересен он, его персона сегодня? Чем он отличается от других имамов, которые обладали не меньшими знаниями, а кто-то, может быть, из них большими, но Абу Ханифа занимает особое место? Потому что из всех известных ученых это, пожалуй, единственные, кто всю свою жизнь оставался при своем мнении и который, несмотря на то, что будущее по меркам богатых людей был действительно богатым человеком, но богатство которого, которое не смогло его заразить. Он не поддался ни мирским соблазнам, ни человеческим тонкостям относительно самолюбия. При всей власти, а он жил фактически на границе двух известных в истории ислама династии правления Амиадов и Абасидов, тем не менее он до конца своей жизни сохранил самодостаточность своего мнения, своих суждений, из-за которого, в принципе, он пострадал, который умер под пытками, потому что он отказался быть главной судьей халифата. Я говорю так, общий, в том числе акцентируя на то, что его, в принципе, пытали, он находился в тюрьме фактически вот на начале того, о чем я говорил, золотого века ислама. Так что жизнь никогда не состояла только из красного и желтого, из черного и белого. Жизнь Аллах Субханагума Тааля во все времена создал разноцветными. Первый как методика, потому что для нас это очень важно. Я думаю, что для нас важно действительно, как получать знания, какие есть механизмы, пути достижения получения этих знаний. Когда его спросили, как ты приобрел знания, он ответил, благодаря восхвалению и благодарности. Я обращаю внимание, братья мои, особенно молодежи, потому что знания, вот почему я эту тему поднимаю, потому что наша ума больна именно из-за того, что у нас сегодня нет ученых. Ученых не только в области исламских наук, но и в других областях. Потому что ученый человек в понимании ислама это человек, который имеет реальные, выше среднего знания, информацию и человек, который имеет соответствующее воспитание и соответствующий нрав. Потому что любое знание, которое человек получает, он получает только лишь благодаря тому, кто является сам источником знания. Это Аллах Субханаху Ма Тааля. Любое знание – это только лишь микрощастица от того знания, которое Аллах Субханаху Ма Тааля обладает. Любая сила – это частица той силы, которой Аллах Субханаху Ма Тааля обладает. И мы будем ее иметь тем больше, насколько мы будем больше благодарить этого источника и силы, и знания, и так далее. «Всякий раз, когда мои знания приумножались, я воздавал хвалу Аллаху и благодарил его, и он еще больше приумножал их. Что помогает выучить фиг?» Однажды имамы спросили, «Что помогает выучить фиг?» Он ответил, «Полная сосредоточенность. А что помогает сосредоточиться?» «Отвлеченность от привязанности?» «А что помогает отвлечься от этого?» Имам ответил, «Пользоваться всем по потребности и не более». Относительно того, что я говорил в начале своего выступления источника информации. История человечества во всяком случае не знает в таких больших делах, чтобы человек самостоятельно мог получить и развиваться, расти в получении знаний. Ему необходим учитель. Однажды в мечети круг собравшихся обсуждал вопросы фига. Абуханифа спросил, «А у них есть предводитель?» «Нет», — ответили ему. «Тогда они никогда не научатся фигу. Вынес он свой вередикт. Ибо они могут допустить ошибку, но не узнают о ней и будут идти против истины, думая, что поступают правильно». «Он жил», «Я когда говорил, актуальность его личности заключается и в том, что он жил примерно вот в такое время, как мы сегодня живем, век смуты среди мусульман в том числе. Вообще он был очень острый на язык. В 745 году хариджиты восстали против халифа. Ирак охватила война, в результате которой города Куб, Васид, Масул, как сегодня, оказались во власти смутянов. Они утверждали, что мусульманина, совершившего тяжкий грех, а значит впавшего в неверие, дозволено убивать. То есть выносили такфир, который сегодня, к сожалению, очень легкий нападем у нас тоже и в произношении этого, вынесении этого такфира. Они не щадили никого, кто был бы не согласен с их мнением. В то время имам Абу-Ханифа был известным в Ираке ученым Факихом. В городах, захваченных хариджитами, он очень часто выступал с ними в споры, в диспуты. Поэтому многие сравнивают покойного Ахмада-Дидада, рахимагулла, именно шейхом Абу-Ханифа. Однажды к имаму в мечеть пришла группа хариджитов. Они обратились к ему. «О, шейх, мы зададим тебе два вопроса. Если ты ответишь на них правильно, мы оставим тебя в покое, в противном случае тебя ждет смерть. Спрашивайте», – ответил имам. «Хариджиты продолжили. На пороге находятся два трупа. Один принадлежит пьянице, другой – женщине, которая умерла при рождении ребенка, зачатую от прелиубедяния, так и не покаявшись. Они мусульмане или неверные? Хариджиты были готовы прикончить имама, если бы он ответил, что они мусульмане. Но имам задал им встречный вопрос. Были ли эти умершие иудеями? Нет. Были ли они христианами? Снова спросил Абу Ханифа. Услышав отрицательный ответ, он продолжил, «Они были огнепоклонники?» Нет. «Они были язычниками?» Снова нет. Тогда имам спросил хариджитов, кем же они в таком случае являлись? Какой общине принадлежали? Хариджити ответили, что они были мусульмане. Тогда Абу Ханифа рахимахуллах продолжил, «Вы сами ответили на свои вопросы и признали, что они были из числа мусульман. Хариджити спросили его дальше, эти покойные отправятся в рай или в ад?» Он ответил, «Я скажу про них то, что пророк Иса сказал про еще худших людей. Если ты подвергнешь их наказанию, о мой Аллах, то поистине они рабы твои. Если ты простишь им грехи, то поистине ты над всякой вещью мочен, и во всем восходящем от тебя заключена великая мудрость». И завершение тема, я хочу привести несколько очень поучительных, на мой взгляд, его рекомендации. «Я я думаю, что информацию каждый из нас сможет найти. И очень важно, чтобы мы, мусульмане, действительно стремились, каждый на своем уровне, повышать ту степень знаний, которую Аллах нам дает осваивать. Мы должны научиться, кто не знает, читать Коран, потому что это минимум того, что должен знать мусульманин. И мы с вами видим, что сегодня не только люди, которые родились не в одном поколении мусульманских семьях, потому что для нас исповедовать религию очень легко. Но и те, которые приходят в ислам путем поиска истины, у которых очень крепкие связи, которые их удерживают от ислама, но которые находят силы при этом действительно идти и двигаться вперед. Первым шагом они начинают изучать то, что является для нас светочем, руководством в этой жизни, то, что является главным источником духовной подпитки человека, это священный Куран. Люди начинают учиться читать намаз, потому что наверное это больше понимают те, которые действительно приходят в поиски, когда они находятся в поиске, что основа нашего бытия, основа, фундамент того, что мы хотим в этой жизни и хотим ее реализации, является благодарность тому, от которого зависят все наши желания и понимание того, что намаз является самой высокой формой благодарности своему создателю и своему творцу. Пусть Аллах нам дает знания, пусть те хадисы, которые мы заучиваем, тот аят, который мы очень часто повторяем, когда Аллах Мухаммаду салли Аллаху алейхи ва салли не спас лал аст айзу биллахи икра ачитай, когда мы часто цитируем изречение посланника Аллаха салли аллаху алейхи ва салли относительно поиска знания, относительно необходимости поиска знаний, чтобы это было не лицемерным в нашей жизни, чтобы это действительно стало смыслом нашей жизни, чтобы Аллах дал нам полезные знания, потому что без знаний ум всегда будет унижена и останется такой униженной, потому что поиск знания это требование Аллаху и мы должны из своих детей, вот они первое число пойдут в школу, пусть Аллах дает нам возможность, потому что действительно у каждого из нас, у каждого ребенка, у которого мы имеем свой уровень знаний, свой уровень того, что Аллах дает у кого-то меньше, у кого-то больше, но наша с вами задача, задача родителей, тот потенциал, который заложен, мало ли или много ли, чтобы мы способствовали тому, чтобы наш ребенок вот этот потенциал смог раскрыть. Это касается всех областей. Я никогда не поверю, что может быть серьезный ученый, если он в школе учился на двойке, это исключено практически. Может быть, в этом и заключается, что у нас тысячи, тысячи людей, которые обучались и обучились, но, к сожалению, мы не видим по большому счету вот такого взрывного результата для того, чтобы ум продвинулась. Поэтому школьное образование это залог следующего уровня получения знаний. Поэтому наши дети должны быть и физически крепкими, наши дети должны быть иншаллах и в плане теоретических знаний мы должны действительно для них работать. Мы должны понимать, что воспитание отца заключается не только в том, что мы должны свое дитя кормить и одевать. В Аллахе это должно быть второстепенным. Первостепенным мы должны уделить внимание. Может быть, мы ему будем покупать мороженое не раз в неделю, а раз в год, но эти деньги, которые мы тратим на мороженое, мы должны будут тратить на то, чтобы нанять репетитора, чтобы наш ребенок получил больше знаний. Потому что знающий человек это пастух. любое стадо без пастуха мы знаем, что это. Знающий человек это маяк. И мы знаем, что в море без маяка корабли наверняка потерпят крушение. И ахамду у нас есть великие примеры. Примеры наших наставников, наших учителей. Это я сегодня приводил несколько только вот таких моментов, потому что действительно по ним можно учиться, потому что это есть реализация сунны посланника Аллаха в реальную жизнь. Мы должны прекратить лицемерие или мы должны учиться и понимать, что сунна, по-настоящему сунна, это то, что выстраивает нашу жизнь. Нас повседневно. Это наш быт, это наши отношения в семье, это наши возможности выстраивать отношения с соседями, с обществами, с мусульманами, с немусульманами, с родителями, детьми и так далее. Вот это есть сунна. Возврать тому, потому что сунна это то, что нам оставил послание к Аллаху в повседневной в общественной жизни. Общество, умма, которое может жить полноценной жизнью, иншаллах, которое будет уважать чужое мнение, которое будет почитать своих родителей, которое будет уделять внимание своим детям, которое будет почтительно относиться к своим соседям, который будет решать свои возникшие проблемы теми максимально доступными, нормальными способами, которые нам оставил посланник Аллаха саллиллаху алейхи в этом суть знания. Пусть Аллах поможет иншаллах нам. Аллах иншаллах Compliance Субтитры подогнал «Симон»!